всем привет канал про деньги и рынки 21 февраля у нас достаточное количество информации накопилось за последние дни я не побоюсь этого слова вот буквально сегодня обвал буквально там на 50 процентов акций компании киви эту тему конечно же обсудим у нас все еще планомерная продолжающаяся девальвация российской валюты происходит на валютном рынке у нас анонс новых санкций сша который нам влепит 23 февраля ну и также конечно мы видим падение котировок на российском рынке акции что вообще происходит давайте по порядку обо всем поговорим разберемся что нам делать частным инвесторам какую стратегию тактику выработать ну и как обычно обо всем по порядку телеграм-канал про деньги и рынки там я публикую свои мысли вслух обязательно подпишите ссылка внизу оставлю в описании под этим видео итак давайте приступим разбирать ситуацию но хотел бы начать вот из-за рубежа потому что по сути дела там тонн задается там основные движения происходят я имею в штатах на глобальных рынках и конечно же все это так или иначе транслируется на наш российский рынок кстати друзья не забудьте поставить ускоренный просмотр этого видео если вдруг вам некогда смотреть потому что во первых я все-таки вам рекомендую полностью досмотреть этот обзор до конца так что понять логику развития событий и ход развития мыслей моих по не мере а во-вторых это сэкономит ваше время так вот значит ставки на жесткую посадку в сша выросли на рынке опционов после повышения ставок фрс я буквально в двух словах расскажу о чем здесь сказано дело в том что на рынке сша есть так называемые опционы на процентные ставки и суть примерно заключается их в том что если например участники рынка предполагают что например в какой-то момент времени фрс начнет резко снижать процентные ставки то это может как-то сыграть плюсом например для участников рынка то есть они например приобретают какие бы какие-либо активы под более высокие ставки но потом получает право например распоряжаться этими активом под более низкий по более низким ставкам да ну и таким образом нам вот этой вот разница зарабатывать так вот именно ставка на то что фрс возможно будет резко снижать ключевую ставку в их там сша и в стаку фрс вот эта вероятность она выросла по крайней мере участники в это верят теперь вопрос а что нам то есть мы так какого каким образом к этому относимся давайте вспомним 2008-9 года на тот момент времени когда разразился глобальный экономический вот этот ипотечный кризис именно в тот момент времени для того чтобы спасти экономику штатов например да фрс начала резко снижать ставку а вот мы сейчас в наши дни по состоянию на февраль 2024 года знаем что ставки фрс сейчас находится как раз на тех вот самых отметках когда они были на уровне точнее в 2006-2007 году да то есть тогда ставки были примерно сопоставимы как сегодня и но вот то участники рынка начали подумать а не повторится ли история но и собственно да мы сами не можем это исключать тем более инфляция растет ставки высокие а высокие ставки конечно приводит к замедлению экономики практически во всех секторах собственно вот и все какие у нас еще новости значит по российскому рынку значит но российский рынок акции у нас падает до падает но почему падает но во первых есть основная причина то есть буквально за последних несколько дней мы с вами получили ряд такой достаточно интересной информации в кавычках к ну как она интересная она интересно с точки зрения конечно будущего что дальше во первых это прилетевший к нам так называемый черный лебедь это он связан с ситуацией вокруг оппозиционного политика алексея навального то есть мы узнали о его смерти в пятницу на прошлой неделе естественно для многих это было достаточно большим шоком но и разумеется это достаточно чувствительный момент ну конечно же для российского фондового рынка почему но потому что это все-таки не рядовая личность да это все-таки оппозиционный известный во всем мире политик и вот буквально сегодня мы уже получили как бы продолжение развития этой истории мы заходим например яндекс санкции за навального да и вот у нас буквально все еще со вчерашнего вечера нам дают информацию о том что 23 февраля вот в эту пятницу когда мы будем отдыхать у нас это не рабочий день в россии биржа не работает сша ведет санкции вот с одной стороны казалось бы но в виду санкции но что теперь какие могут быть санкции мы уже столько санкций имеем что страна номер один в мире но я здесь бы вот этот момент бы все-таки немножко поподробнее разобрал а все почему вот посмотрите на вот такую логику вот если мы с вами начнем дальше искать и рассматривать информационные моменты то например вот известия пишут что три крупнейших банка кнр перестали принимать платежи из рф но эта информация не сегодняшнего дня мы и на прошлой неделе эту информацию читали и это касается не только банков китай это еще и банк турции это банки объединенных арабских эмиратов то есть те банки они боятся вторичных санкций сша они боятся попасть под сказать прессинг со стороны штатов и они у них так сказать на чаши весов с кем больше общаться в грубо говоря в торговом плане с россией например либо все-таки западным миром в частности со штатами опять-таки у кого торговый баланс больше с китаем китай сша ли китай россия ответа думаю очевиден поэтому вопрос какие санкции в этот раз будут введены вопрос большой кстати сегодня в телеге на эту тему тоже коротко написал на уже мысль такую вдавил что санкции санкциями но вопрос а какие они будут вот здесь вот самая главная интрига поэтому и российский рынок реагирует но опять-таки реакция она такая достаточно по некоторым компаниям более менее сдержанная у нас конечно валится там сильнее всего общий индекс московской бирже но вот у нас сегодня валится достаточно сильно финансовый сектор да а то есть если мы сейчас вот на графике вам показываю индекс компании финансового сектора туда входят и банки московская биржа и так далее поэтому возможно финансы сюда попадут под раздачу да то есть инсайдер возможно уже начинает все это дело фиксить сливать грубо говоря далее что у нас какие еще на сектора сегодня падают более всего у нас падает например достаточно сильно энергетические секторы то есть электроэнергетики но опять-таки электроэнергетика тут вопрос такой относительно потому что это все-таки внутренний рынок это внутренняя генерация потребления поэтому может быть за компанию грубо говоря все-таки если мы говорим про санкции то в первую очередь это бьет по компаниям экспортного направления да то есть компании которые работают с партнерами которые имеют отношения с западными банками либо там с не западным банками но так иначе с иностранной инфраструктурой вот собственно реакция рынка сегодня не заставила себя долго ждать давайте будем дальше рассуждать по ситуации на рынке и у нас теперь на повестке дня собственно ситуация с киви банком тоже крайне интересная тема и конечно же наш валютный рынок но небольшая рекламная пауза бизнес на маркетплейсах по итогам прошлого 2023 года показал феноменальный результат чего стоит только рост оборачиваемости на сто десять процентов у компании озон об этом кстати компания публикует в своем официальном релизе вопрос как нам частным инвесторам на этом заработать как в этом поучаствовать может быть нам купить расписки компании озон но опять ки мы сегодня с вами обсуждаем очередные санкции против россии риски достаточно высокие рынок стоит на месте и даже показывает признаки коррекции поэтому возможно не вариант в этой связи хотел бы обратить ваше внимание на инвест-платформу лендер инвест эта платформа состоит в реестре банка россии и входит в топ-четверку лидеров рынка краудлендинга лендер и без эта платформа которая как раз специализируется на финансирование продавцов у маркетплейсов речь идет о короткосрочном кредитовании от шести до девяти месяцев а мы свою очередь можем инвестировать в эти займы с доходностью до 30 процентов годовых но и это еще не все лендер инвест сегодня предлагает очень интересно как мне кажется продукт это возможность инвестировать в краткосрочные займы друзья до одного месяца речь идет об финансировании грузоперевозок но как мы с вами знаем что грузоперевозки это тоже достаточно динамично развивающийся отрасль экономики особенно в последние годы поэтому очень интересное предложение и доходность здесь тоже достаточно интересно до 30 процентов годовых кстати лендер и без сегодня предлагает новый продукт так называемый новый график погашения то есть если вы инвестировали в какой-либо займ вы можете обратно получать не только с проценты от этого займа но и сразу тело основного долга во первых это позволяет быстрее вернуть свои инвестиции но и во вторых это минимизирует риски дефолта и возможность реинвестировать свои средства под более выгодные условия я попробовал и открыл личный кабинет на платформе лендер инвест и попробовал проинвестировать первые займы и обратите внимание что из 6 3 уже вернулась обратите внимание на доходность 27 30 24 процентов годовых и вот еще у меня осталось три займа тоже достаточно интересная доходность 30 процентов годовых у платформы есть свое мобильное приложение которое позволяет достаточно удобно эффективно управлять своими инвестициями а также для повышения эффективности своих инвестиций есть функция автоинвестирования которое избавляет нас с вами от необходимости анализировать отдельно взятого заемщика в итоге мы с вами экономим время и повышаем свою эффективность у платформы лендер инвеста буквально на подходе новая функция это возможность продавать свой инвестпортфель на вторичном рынке что позволит нам более гибко управлять своими и капиталами быстрее выводить с не при необходимости средства и минимизировать свои затраты при управлении своим капиталом ну а в декабре прошлого года платформа 1 на рынке крауд ленинга предложила возможность покупать корпоративные облигации прямо в личном кабинете инвестора друзья пока фондовый рынок топчется на месте уже несколько месяцев думаю можно воспользоваться возможностью зарабатывать до 30 процентов годовых уже начиная с сегодняшнего дня регистрируйтесь по ссылке в описании на весь платформе лендер инвеста осваивайте новый способ инвестирования и приумножайте свои капиталы кстати вот в продолжении вопроса по поводу не приема платежей китайскими банками хотел бы эту мысль дополнить вот сегодня дополнительной информации сейчас вот я ссылаясь на рбк появилась что за bank of china заявил что продолжает пока принимать платежи из россии так что все нормально то есть эти информация разница информация неоднозначная и кстати еще в продолжении этого же самого обратите внимание вот на такой материал это на и тортас я ссылаюсь альфа-банк представил китайскую версию своего логотипа то есть он сейчас сказать подал заявку на регистрацию нового товарного знака китайскую версию своего логотипа о чем это говорит это говорит о том что наши российские банки вероятно пойдут потихонечку туда для того чтобы вот такие новости вроде бы как нам уже были искать по боку да то есть наши российские банки либо дочерние структуры которые не зависимые например от западной инфраструктуры продолжали работать и по внешне торговой операции кстати говоря в тб банк банк в тб который тоже не даст не так любим у среди частных инвесторов ведь тоже имеет свое представительство в шанхае поэтому настанет период времени когда на наши российские банки потихонечку начнут занимать азиатские рынки честь чисто для того чтобы организовать платежи наших российских экспортных и импортных компаний импортных направлений что касается на киви цб отозвал лицензию киви банка значит но понятно что информация достаточно резонансная потому что уже наверное несколько лет ну по после вот пусковидный период а вот эти ситуации за вторым годом банки нет цб точнее не отнимал лицензию у коммерческих банков до этого косил конечно же сильно страшно но достаточно давно мы уже не получали такого рода информацию я вам так друзья скажу то что киви банк знаете не то чтобы сам виноват вот это может быть так извините по простому сейчас все это дело оцениваю но те кто например занимается пи тупи торговли в к на крипто рынке допустим среди тех кто сейчас меня смотрит понимает о чем я говорю прекрасно знает что вообще-то киви банк это тот банк который достаточно спокойно достаточно так просто относился к различным переводам в том числе нелегальным неподтвержденным превышающие там определенные нормы в рамках фсс 115 это легализация допустим капиталов полученных преступным путем но я так вот не цитни но ровно цитата да по названию но так или иначе то есть это тот банк который нарушал систематически определенные требования от самого центрального банка но в общем-то и поплатился поэтому я здесь ничего такого сверхъестественного не вижу поскольку сам в курсе этих событий еще с прошлом году я это уже на это обратил внимание что это один из немногих банков которые достаточно так либерально относятся спокойно к вот этим всем крипто обменом к нелегальным платежам по крайней мере по мнению центрального банка собственно вот результат но опять-таки если мы на киви посмотрим да на котировки непосредственно самой компании то нас тут видно да что вообще-то компания или котировки киви изначально не пользовались спросом с момента их айпио если мы на недельный перейдем самого начала посмотрим собственно здесь как был даун тренд так он и продолжался да и тут видимо уже возможно речь пойдет скоро о делистинге но к сожалению реалии таковы но что поделать и кстати вот я сегодня уже в телеге в своей на эту тему тоже коротко поделился да то есть вылил свою мысль в таком незапланированном онлайн эфире те кто не подписан еще раз говорю приглашая подписаться и там я сказал о том что это нехороший пример для например тех компаний которые сейчас проходят процедуру айпио на российском рынке акций вот ничего против не имея против компании делимобиля там где а софта недавно компании относительно появились у нас разные да то есть там а строком группа компаний астро и так далее у нас перспективе еще будет айпио на российском рынке но все что касается вот такого технологического финтехать на то здесь вот пожалуйста такой достаточно негативный пример нужно быть очень аккуратным и внимательно оценивать компанию прежде чем принимать решение о ее покупке так но и давайте по поводу российского рубля да то есть что мы по российской валюте сегодня наблюдаем а мы наблюдаем с вами что планомерно идет укрепление до небольшое российского точнее не российского рубля а до сочи мы доллара говорим то есть рубль наоборот корректируется но коррекция идет скорее всего в большей степени от рынка нефти да то есть вероятно всего вот сейчас валютный рынок скорее больше это завязано не на эти внешние шоки тут скорее больше акции сейчас больше под риском чем например валютная пара но здесь идет все-таки давление на рынок нефти а что касается рынка нефти вообще вот те кто смотрел на пресс-конференцию набили на я сейчас вот ссылаясь на пятничное выступление на бюллиной она там сказал о том что вообще-то банк россии ждет во втором квартале текущего года снижение цен на нефть на мировом рынке нефти собственно говоря почему потому что страна опек опек плюс вот это соглашение вероятно все потихонечку начнут увеличивать добычу нефти есть такое ожидание это во-первых во вторых мы с вами вот эту новость сегодня обсуждали с самого начала с чего начали обзор но мы если как бы эту близне будем продолжать и я вам скажу что уже участники рынка глобального ждут что ставку фрс начнет снижать не ранее чем по-моему в июне месяце раньше ждали что в марте будет снижать а сейчас перенесли на более долгий срок это же кстати говоря и у нас наблюдается на российском сегменте да то есть цб тоже будет снижать ставку не раньше чем во втором полугодии уже текущего года так вот вот эта высокая ставка фрс она конечно давит на экономику и давит на товарные рынки и потом скажем так как раз под соусом у повышения увеличения добычи нефти возможное прогнозируемое может быть негативом серьезно для рынка нефти что конечно же окажет большой негатив для российской валюты и а мы сейчас с вами как бы сопоставляем несколько сразу моментов да и самых главных два пазла между собой вот так вот состыкуем это ситуация с платежами опять кем возвращаемся да все таки они есть их нельзя отрицать с той же турции с объединённо арабскими эмиратами это значит что внешняя торговля у нас сокращается экспорт будет снижаться так профицит торгового счета будет снижаться а это все не в пользу курса роста курса рубля плюс на снижение стоимости нефти потенциальная все это конечно же может скажем так быть неким косвенным или прямым сигналом к тому что все таки как минимум не стоит ждать серьезного укрепления национальной валюты другое дело как все таки у нас есть незакрытый гэп районе 100 рублей за американский доллар вот примерно такие ожидания то есть вот где-то примерно вот в таком ключе мы с вами должны оценивать ситуацию и соответственно строить свои стратегии на валютном рынке на фон на рынке что рубль будет находиться как минимум не ниже валютная пара по крайней мере доллар рубль чем его на отметке в 90 рублей за американский доллар ну понятно что средняя плюс-минус да у нас нижняя граница вообще 88 рублей верхняя у нас там потенциал потолок незакрытый гэп на уровне 100 рублей за американский доллар по российскому рынку акции такое небольшое резюме все-таки у нас волатильность будет более высокая но я это расцениваю как возможность купить по более низким ценам хорошие бумаги опять таки так будем оценивать всю эту ситуацию ждем дивидендного сезона но все равно волатильность будет высокая и ждать например такого же роста как мы видели в 2023 году я веду фондового индекса российского рынка акции я пока на этот счет нет ничего не планирую да то есть все таки больше жду что мы будем находиться как минимум в таком плоском коридоре до плоской коррекции а как в худших случае будем корректироваться по индексу там в районе опять 3000 пунктов друзья но все на сегодня спасибо за внимание подписывайтесь на канал и до встречи следующих обзорах